Первая деревянная церковь в честь Богоявления Господня в селе Локосово, что находится на реке Вах в 100 километрах от города Сургута, по одним сведениям, была построена в период архипастерства яркого вдохновителя христианизации аборигенов Приобия Тобольского митрополита Филофея Лещинского в 1716 году. По другим данным, храм был построен в 1727 году, когда святили Филофей отошел ко Господу. Историк и академик Герхард Фридрих Миллер отмечал в своих исследованиях, что при этом храме, помимо жилищ церковнослужителей, нет ни русских, ни остетских жилищ. Место для постройки церкви выбрали неудачное. Оно было весьма низким, и весной храм постоянно затоплялся. Первый храм в селе Локосово был основан в 1716 году митрополитом Тобольским и всей Сибири Филофеем Лещинским. То есть храм был построен в западной подгорной части села, как говорится в исторических документах, на низком месте. То есть со временем он стал затопляться, и где-то в 1800 году он был перенесен в более возвышенное место. Впервые упоминается тогда и о храме, и о том, что был, как одна из версий, послан казак Николай, который занимался воцерковлением, должен был в его, скажем так, обязанности входил не только влюсти порядок, но и жить на этом берегу Локосовском, и создавая, получается, и общину, и поцерковлять местные народности. Вот. Получается, он с этим и справлялся. В 1827 году взамен обветшалой была построена новая однопрестольная деревянная церковь с посвящением святому богоявлению. В 1897 году учреждена Ваховская школа грамоты, позднее преобразованная в церковно-приходскую школу, из которой и выросла нынешняя Локосовская. Указом Тобольской консистории в 1903 году началась постройка нового деревянного однопрестольного храма по плану и фасаду, одобренному строительным отделением Тобольского губернского управления. Старество велось на средства прихожан и добровольных жертвователей и было завершено в 1908 году. В 1913 году в приходе числились деревни Покурская, Ватинская и юрты по рекам Обь, Аган и Трумьюган. Придж состоял из священника и псаломщика. Один из последних священников, священник Иаков и псаломщик, который поминается в летописи, это были последние служители перед тем, как храм пытались закрыть. Решением новой власти это все было закрыто и изымались ценности. Причем меня поражает тот факт, что люди очень серьезно сопротивлялись этому. Люди сопротивлялись, они не могли понять. Я вспоминаю доклад известного человека, преподавателя Нижневарского государственного университета. Он рассказывал, что тогда священники совмещали обязанности учителей и закону учителей, закону божественного, закона Божьего. И получается, многие не понимали, зачем закрывается школа, зачем закрывается храм. Люди привыкли жить в этой традиции. С 1908 года был, до 1930 года, когда уже тогда сняли с колокольни колокола, увезли. Потом в 1939-м уже все купола сняли, кресты все сняли. И храм был отдан под клуб. И в 1952 году этот храм сгорел. Новая история возрождения православия в Локосово началась не в 90-е годы XX века, как в большинстве приходов Югры, а много ранее. В 1924 году моя бабушка принесла мою маму в Обласский Знаменский морской монастырь. То есть она была девочкой тогда еще, мама, где-то 8 лет ей была. И от испуга, когда она увидела, что утонул ее дядя Василий Петрович, просто у нее ноги отказали. И бабушка принесла ее в Обласский морской монастырь. И долго молилась перед иконой Обласской Божьей Матери. Это большая икона, я был в монастыре в этом. Очень долго молилась перед иконой. И произошло чудо. Девочка домой пошла на своих ножках. То есть сейчас эту историю рассказывают в монастыре. Я знаю, вот были наши прихожане, и уже эта история официально была рассказана священниками, что это было. В 1932 году семья бабушки переехала в село Локасово. И в 1945 году они купили старый дом. Сейчас это улица Береговая. Старый дом, сейчас его нет, его разрушили. И в этом доме от прежних хозяев остались несколько икон. Икона Христа Вседержителя, Абалакса икона Божьей Матери. И икона... Вот она икона. Митерфана Воронежского. Да, святеля Митерфана Воронежского. В советские годы словно бы замерла вера в селе, но лишь до поры. Молитвами первых ли основателей храма или другими силами проведения люди получали особые знаки, возвращаясь на истинный путь. Бабушка умерла в 1977 году. Иконы были подняты на чердак, в колдовку и так далее. И в 1995 году моей жене явилась во сне икона. И она слышала голос. Найди меня, я нахожусь у вас дома. Обискали все, на чердаке везде не нашли икону. И только в 1996 году икона была обретена. То есть дети, наши сыновья нашли ее в кладовке. Она была завернута в старые ткани. Вот таким образом была обретена. И в 1998 году жена съездила в Сургут, в Пребреженский храм, и рассказала настоятелю храма Иерею Петру Егорову об обретении иконы. И с собой икону она привезла. Батюшка попросила писать это чудо и оставила икону в алтаре храма. И больше года она там находилась. Только в 1999 году, во время очередной поездки в Сургут, настоятель Пребреженского собора, благочинный сургутского благочиния в то время, отец Петр, благословил создание прихода в Локосово. В 2000 году состоялось первое собрание жителей Локосово, на котором был создан приходской совет, а первой старостой стала Мария Кушникова. Как бы сама икона управила, не икона, вернее, а пресла и богородица, управила возвращением православия в нашем селе. Вот такое чудо было. Ну чудес, в принципе, где-то шесть или семь чудес было у нас в церкви. Они описаны, эти чудеса. То есть просто Господь укреплял прихожан в вере православной. Одно из чудес случилось на протоке Локосовской в 2002 году на престольный праздник Богоявления. Люди уже вечером, 18 января, шли набрать воды святой. То есть священник осветил, настоятель осветил 18 января. Люди шли, и развернулось небо, на землю упал луч света. Вот люди, которые шли, они попадали на колени, стали молиться. Луч света поднимался, опускался над купелью, над Ярданью, вернее. Потом как бы поднялся, пролетел над селом и улетел этот путь. В Богоявленском древнем храме села Локосова особая чудесная история связана и с иконой святителя Николая Чудотворца. На обнаруженной жителями Локосова супругами Березко на чердаке своего дома, почерневшей от времени доске, были видны только чьи-то глаза. Он скинул с чердака старые доски, хотел распилить их на дрова. Работает на присаднем на участке и чувствует, что кто-то смотрит ему в спину. Обернулся, никого нет абсолютно. Снова работает, снова такая же история. Снова чувствует, что колет кто-то прямо в спину, чьи-то глаза. Обернулся, нет никого. А потом присмотрелся, видит, что доска такая большая и глаза. Он не понял, что это такое. Принес икону домой. Как бы, ну она еще как бы не думала, что это икона. Попытки отмыть с доски черноту или рассмотреть изображение не удались. Однако улавливались очертания нимба, и стало ясно, что это икона. А после того, как она была принесена в храм, икона чудесным образом обновилась. На ней проявился лик святителя Николая, архиепископа Мерликийских Чудотворца. С этим связано какое-то чудесное обстоятельство. такое, что оно действительно сквозь темные краски, когда просто два глаза практически было видно, оно, сама олифа, само вот это покрытие обновилось. И то, что сегодня есть, даже вот прихожане говорят, это не совсем тот лик светлый, тот был еще светлее. Он как будто слово помер, наверное, по грехам, по нашим, как бывает. И где-то в 2003 году они преподнесли эту икону церкви, нашей Благовленской церкви. Та же самая картина. Пытались прихожане оттереть, не получилось. И вот перед Рождеством Христовым в 2004 году женщины пришли делать уборку, и одна из прихожанок стала просто водичкой смачивать, оттирать, и икона обновилась. То есть образ, который сейчас есть, он немножко потемнел, а тогда он был очень яркий. Люди пришли на Рождество, на празднование Рождества в церковь и сразу видели, что икона обновленная, такая золотистая цвета у нее, так красивая икона была. Особенно, конечно, мне памятно, что несколько раз эту икону вывозили специально и в Лангипас, и в Сургут, для того, чтобы люди могли посмотреть, что такое чудо. Прихожане заявляли о своем чуде, говорили, что для них это особый знак. Особый знак, и просили, если можно, кто чем мог пожертвованию поддержать приход строительства церкви будущей. Церковь Локасова открыли в здании постройки начала 20 века, принадлежащем благотворителю и меценату сургутскому купцу Константину Силину. Закупили церковную утварь, все необходимое для иконной лавки и трапесты. Началась приходская церковная жизнь. Первым настоятелем Богоявленского храма в Локасово был иеромонах Петр Князев. Это был особый священник. Понимаете, иногда Господь дарует священникам, некоторым священникам, из-за их святости, дар прозорливости. То есть этот священник видел душу, стоящую перед ним человека, злой, ненавистный, добрый и так далее. И поэтому он определял людей. Но со временем, дело в том, что он же был настоятелем еще, если это Никольского храма города Сургута, то есть транспортная схема у нас не очень хорошая, река Опи и прочее. Поэтому вторым настоятелем был назначен протеерей Владимир Ашмарин из города Лангипаса. То есть он окормлял наш приход и был настоятелем Локасовского храма. Третьим священником, настоятелем, вернее, был Валерий. Именно протеерей Валерий и подсказал, как распорядиться с оставшимся от сгоревшей церкви куполом. Его отреставрировали и оставили на приходском дворе, как память о том древнем храме. Просили у отца Валерия, говорим, батюшка, что же нам сделать? Купол лежит, но он настолько уже весь такой. Батюшка говорит, может его как-то, ну как, захоронить, что ли, ну, чтобы он не был поруган. Батюшка говорит, да вы что? Вы же его отреставрируете, вы же сделаете. И вот, пожалуйста, по благословению отца Валерия, вот это было и сделано. И он нам и место показал, где его поставить. И вот мы его маленечко так обновили, так скажем. И теперь посмотрите, какая память, какая реликвия у нас все-таки на территории храма. Сегодня прихожане Локасова очень надеются, что село вскоре обретет новый храм. Это всякие такие вот знамения, какие-то события сопровождали приходскую жизнь. Людей это вдохновляло. Вдохновляло. Единственная их трудность была в том, что они до сих пор ютятся, ютятся, вернее, в этом здании, в молитвенном помещении, на котором стоит купол освящен. И все это сделано так, чтобы хотя бы хоть где-то люди могли присутствовать на литургии, молиться, быть, исповедоваться, причащаться, собороваться. Вот это их утешает. А так они ждут, и надеждой лелеют, что кто-то поможет обязательно им. Хоть небольшой храм, 6 на 10, или хоть какой-то общим размером таким, наконец-то поставить, кто-то поможет. Собирают средства, стараются. Мы будем надеяться, мы молимся всем приходом, и давно уже просим, чтобы Господь управил нам строительством нового храма. Потому что, ну, есть люди, которые говорят, что, ну, не типовое, вроде бы, как здание. А вот если будет церковь настоящая, вот тогда будем ходить. Мы будем надеяться, что это так и будет, когда уже будет построен храм. А без храма и возрождения села как такового не будет, потому что все начинается с храма. Не стоит село без храма. И если есть в людях истина вера, все будет по воле Божией и по молитвам верующих Богоявленского храма в историческом месте, древний свидетель начала православия в игре, Локасова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова